Наша трибуна Я имею что сказать А я думаю что Кричать не обязательно, работают все микрофоны Каждый может Высказать Не высказать Сказать Добрый день Добрый день уважаемые дамы и господа Вы слушаете радионародная волна На частоте 14.30 М 99.10 На нашем веб-сайте RadioNVC.com И на нашем YouTube-канале Тоже называется RadioNVC Прежде всего Слова искренней Благодарности По-прежнему поступают чеки И люди пишут, что извините, что мало Да не извиняйте, что мало Я понимаю, что лишнего ни у кого Было бы много, дали бы много Понимаю, что делитесь Крохами, которые получаете Спасибо вам огромное за то, что поддерживаете Во всяком случае у нас Теперь точно есть возможность Хотя бы рассчитаться с теми корреспондентами Которые Которые у нас работают Из-за рубежа Или из других штатов Еще раз низкий поклон и огромное спасибо Спасибо большое Вообще Это настолько трогательно У меня даже нет слов, чтобы выразить Когда какое чувство испытываешь, когда получаешь Эти чеки Спасибо Это приятно Это действительно нужно, полезно И очень своевременно Поэтому Спасибо большое Ну и если ты позволишь Я воспользуюсь своим служебным положением Сегодня моей внучке исполняется 4 годика Вау Поздравляю Моей старшей Эйвочке 4 годика Поэтому я хочу поздравить Ну, во-первых, свою жену Во-вторых, наших детей И очень хотел бы поздравить Наших махетунам Или наших инлоз Это Гришу и Лору Ребята, я вас поздравляю Чтобы вы нам были здоровы Я знаю, что вы долго не видели уже деток К сожалению, с этим карантином Вообще непонятно, что происходит Но тем не менее Поздравляю всю нашу семью С днем рождения нашей внучечки Всем спасибо большое И так И так Ну, во-первых Вчера мне довелось послушать кусочек Пресс-конференции нашего губернатора Вообще, пресс-конференции Становятся таким особым видом Шоу, развлечения И одна мысль, которая там проскочила Мне как-то так запало И заставило задуматься и беспокоиться Звучало оно примерно так Я сейчас не дословно, а смысл Что мы ослабим карантин Когда будет изобретена вакцина Я так напрягся и думаю А когда она будет Даже по самым таким скромным предположениям Она должна где-нибудь через год Ну, может быть, к началу Или в начале следующего года Это в лучшем, в идеальном случае Потому что вакцина Ее же должны еще протестировать Почему? Как-то там определенные есть какие-то условия Тестирования То есть какое-то количество должно И так далее И думаю, неужели вот до конца года Мы будем жить в этом ущербном состоянии Так это только Притскер И это только у нас А есть некоторые губернаторы Которые вообще считают Что вот то, что происходит сейчас Будет происходить как минимум До 2022 года Потому что только вакцину изобретут То есть выпустят в первом году Но пока всех не провакцинируют Пока это не войдет в эффект Это в лучшем случае 22-й год Но скажу тебе такую вещь Когда я слушаю Притскера Я честно ловлю себя на мысли Что я жалею о том Что я вообще понимаю по-английски И еще больше жалею о том Что я более-менее знаю Как работает вот эта демократическая машина Которая вообще просто так Ничего не говорит и ничего не делает Поэтому то, что говорит Притскер Тебя не очень Тебя не очень удивляет то Что, например, он говорит о том Что у нас Такие вещи как Unemployment insurance В штате Просто нету денег Вот объясни мне Как это возможно Давай разберемся Для чего нужен Давай Давай Добрый день Вы в эфире Здравствуйте Пожалуйста Называется фильм Лест Шип Я не знаю Будет он на Ютьюбе Может быть Инти Ченел повторит его Но показывали вчера Где-то около 12 ночи Начали И почти до 3 утра Понятно Спасибо Лест Шип Очень интересный Посмотрите Это называется передача Как в Союзе Для тех, кто не спит Ну anyway Смотри Объясни мне Как это возможно Что в штате Нет денег На unemployment Вот мы Когда С нас берут Налоги Да У нас налоги Разбиваются на 4 части Ну так Грубо говоря Я не буду вдаваться В очень большие Но грубо говоря У нас налог состоит Из Федерального Да Вот я говорю Про штатовский налог Штатовский налог У нас идет Там Social Security Идет Там еще куда-то Еще куда-то И Он идет На Unemployment Insurance Правильно То есть Вот ты себе Представляешь На секундочку State Farm Ты Твой сосед Или твой Злейший враг Попадает В аварию А ему Говорит State Farm Ребята Вы нас извините У нас денег нет Окей Что это значит Как может Губернатор штата Выйти И прилюдно Сказать Что у нас В штате Нет денег На unemployment И мы ждем Пока нам Федералы Дадут Вот эту Подачку Чтобы вам Заплатить Unemployment Это Что за Абсурд Вообще Это что За идиотизм Как это В штате Нет Unemployment Insurance Когда вы Заразы Собираете С нас Вот эти Вот деньги Именно На то Есть такой Департамент Называется IDES Illinois Department Of Employment Security Это Департамент Который Руководит Отдельно Есть Департамент Страховки Где Собираются Все деньги Человек Теряя работу Идет На unemployment И получает Эту сумму Там в течение Какого-то Времени Как это Что это значит В штате Нет денег Куда они делись Это вопрос К федеральному Бюро Расследования Понимаю Понимаю Это же не новое А куда деваются Деньги Social Security Который должен быть Траст Который Никто не должен Трогать Куда деньги Должны поступать И эти деньги Должны расти Как бы там Ну теоретически И трогать его Никто не должен В свое время Демократам Удалось Вскрыть Этот траст Использовать Деньги Эти же жулики Десятилетиями Вот Одна и та же Мафиозная структура Десятилетиями Сидит И творит Все что хочет В этом штате Абсолютно Буквально Когда я говорю Что Люди Очевидно Не подумав Или Просто Не умеют Думать Голосуют За За одних И тех же Представителей В нашем штате Они поступают Неправильно Ну задумались бы Как можно голосовать За людей Которые разворовывают Штат На протяжении Десятилетий Когда я говорю Разворовывают Штат Вот вам еще один Яркий пример На который Анатолий Очень четко Точно Указал Спасибо А вот давайте Еще один вопрос Задам Я когда Его слушаю Вот клянусь Тебе Я Я его слушаю Очень внимательно Почему Потому что Это касается Нас Здесь Я еще Вчера По наивности Я говорю Вот жаль Что адвокат В эфире Была адвокат Ирина Камеристи Я что-то Не слышал Чтобы Людям Подавил Так сказать Заполняющим Анкеты На пособие По безработице Кто-то Получал Дополнительно 600 долларов В неделю Которое Выделило Федеральное Правительство По этому Закону Из двух Федеральных Тут бы уже не 600 Тут бы хотя бы Получить свои законные Тут этих денег нет Ты понимаешь А вопрос Теперь Если мы Три года Наша безработица Практически ушла В ноль Кроме нашего штата 2,9 Ну окей Ну у нас будет 3,9 Десятых Безработица Окей Это значит Что люди Работают Работают И платят Деньги В эту казну Где эти деньги Эти деньги Ну во первых У них Очень грандиозные планы Сколько там 49 миллиардов Или 46 миллиардов 46 миллиардов На инфраструктуру 46 миллиардов Господин Притцкер Решил Сделать проект Колоссальный Не знаю Что он там делает Но Под холст Я посмотрю По лаеку Куток И Блим 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 Ходят Тремекс А я тебе скажу Потому что Притцкер говорит Ребята Подождите Это не штатовские Дороги Это Виллэйч Дороги А виллэйч Горят Ребята Так у вас В штате Денег нет А у нас Они откуда Возьмутся Мы еще Сюда еще Нужно добавить В два раза Увеличенный Налог На бензин Который Должен Итти на налоги То есть Сегодня Дешевый Бензин Стоил дешевле Доллара Если бы В некоторых Местах Если бы Убрать налог Который Притцкер Вытягивает Из нашего Кармана Бензин Бо стоил Меньше Доллара А теперь Скажи мне Как Вот Губернатор Штата Выходит И говорит Мы не можем Сегодня Рассчитывать Наш Unemployment До тех пор Пока мы Не получим Деньги От Федерал Гавермент Вы что С ума Посходили Дальше Следующий Вопрос Следующий Вопрос Таков Значит Есть По идее Программа Которая Должна Помогать Малым Бизнесом Я не говорю Сейчас Про федеральную Я говорю Про штатовскую Потому что Каждый штат Получил Определенную Сумму денег На Теперь Я знаю Что ты Владелец Малого Бизнеса Так называемого Ты Пробовал Заполнить На эту Программу Два Я во первых Заполнили Application На Грант Да Этот Который До 10 тысяч Да На самом деле Я Я прочитал Есть некая Интересная Деталь До 10 тысяч Можешь получить Это значит Не более 10 тысяч Да Но в среднем Там написано Сразу В среднем Примерно По тысяче Долларов На одного Эмплойи Да Это первое Ну это мы заполнили Недели две По-моему Назад Ни слуху Ни духу Тишина полная Да Мало того Мы в свой банк Обратились За лоном О Вот я про это Говорю Тоже долго ждали Сначала Там одна категория Пипи Так называемая Вторая категория Да Потом третья категория Мы заполнили Они нам прислали Еще раз Мы еще раз Подтвердили Как бы А сегодня Вообще пытался Онлайн выйти В банк Он что-то там Краш Произошел Абсолютно Причем Самое интересное То Что Я бы пытался Заполнить Вот этот Пипи Да Значит Заполнил Заполнил Потратил Пол своей жизни На то Чтобы заполнить Его единожды Когда я нажал Кнопку Сабмет То есть Представить Мне сказали Мы сейчас Не можем Сохранить Вашу информацию Трай Ген Лейтер Бах И моей информации Нет Это то На что я потратил Там полтора часа Своей жизни Нажав кнопку И просто стерли Теперь я заполняю Еще раз Опять стерли А вот Вчера Я получил Имя От моего банка Что-то мы Мы не получили Ваши документы Мы получили То что вы Заполнили На Этот лом Но что-то Мы никак не видим Ваших документов Я им хотел сказать Ребята Вы посмотрите Ваши Erase Файл Может быть Вы там Что-нибудь Найдете Ты понимаешь Объяснение Что это за глупости Что это за ерунда Скажи мне Когда Впервые услышал Об этой программе Об этом законе 2,3 триллиона И помощь Бедным И помощь малым И неимущим И так далее И Мы с моим Другом Разговариваем На эту тему Я говорю На самом деле Он говорит Тебе нужно заполнить Я понимаю Твою ситуацию Тут надо платить Тут надо платить А платить не с чем Я говорю Ты знаешь Заполнить Мы заполним Но у меня какое-то ощущение Нехорошее Что эти деньги Что эти деньги Уже Давно распилили И про них забыли И он говорит Ну как Это может Ну как Да нет Ну не мой Это же федеральные деньги Нет Но они все равно Спускают в штат Да Не могут федералы С каждым Отдельным Предпринимателем 30 миллионов Малых бизнесов Наверное На уровне штата На уровне банка И похоже Что это дело Уже распилили Раздали И во всяком случае Теоретически Уже все разобрано Самое интересное То что 2,3 Они уже раздали Или раздали Или раздали А теперь они еще хотят А куда же эти деньги Вот Мне бы хотелось Знаешь Напоминает Что Розыгрыш лотерей Вот у нас есть Там Мы разыгрываем Миллион Платите деньги Покупайте билеты Потом нам говорят Вот такой-то Такой-то Выиграл миллион И вот Иди знай Он выиграл Этот миллион Или не Или не выиграл Ты понимаешь Вот такая вот Какая-то Ерунда Какая-то игра В лотерею Но это все хорошо Я еще на самом деле Не встречал никого Кто бы получил О Значит Я в четверг В программе Не политкорректное Ток-шоу В самом начале Потому что я Вот был час Я хотел дать людям Возможность Как-то отреагировать Я спросил Ребята Любой из вас Именно Small Business Owners Пожалуйста Позвоните Если вы получили Если вы не получили Звонить не надо Я это и так знаю Но если вы получили Вот просто интересно Сереж Ни одного Звонка По этому поводу Как-то все это грустно А как ты думаешь 261 миллион Для Работников штата Повышение На 261 миллион Повышение Заработной платы Откуда эти деньги брать Потому что В казне Это денег нет Они уже давно Потратили Распилили Раздали И так далее А поднимают Вот по расписанию 261 миллион Автоматически А поднимается Заработная плата Работники штата Иллинойс Это самые тяжело Работающие люди И по-моему Одни из самых Наиболее высокооплачиваемых Если сравнивать С другими штатами То они наиболее Высокооплачиваемые Вот сейчас На 261 миллион А ты спрашиваешь Где наши денежки Ну что я хотелось бы знать То же как в этом анекдоте Меня не интересует Куда делась черная икра И куда делась шампанское Меня интересует Куда вы моего другого Судили Вот где-то Примера такого Ранга То есть Профсоюз Государственных служащих Очень мощная организация Мафиозная организация Скорее всего Ну старые традиции Мафиозные В свое время Как мафия зашла В профсоюз Подмяла под себя Профсоюз Так она этим делом И занимается Только сейчас Они ходят Благообразные Такие Уже не стреляют Уже просто Приходят К Притскеру Говорят Так Братан Давай-ка На 261 миллион Нашим работникам Поднимем Зарплату Иначе у тебя Выборы Будут Они скорее всего Еще в прошлые Выборы Говорили Мы тебя Поддержим И тебе Дадим Бабла На избирательную Компанию А ты А Притскер Который Сейчас должен Представлять Интересы Избирателей То есть Как бы С одной стороны Есть профсоюз Который Представляет Интересы Чиновников Которые Работают На штат А с другой Стороны На переговорах Притскер Который Должен Представлять Твои Мои Интересы Наших Радиослушателей Потому что Притскер Говнюк Распоряжается Нашими Деньгами Которые У нас Отнимает И он Ими Распоряжается И вот С одной Стороны Мафия Профсоюзная С другой Стороны Говнюк Притскер Простите Я не должен Использовать Это слово За него Проголосовал Кук Каунти Они его Выбрали Ну еще Ленька Могилевский Особо одаренный Лидер Русскоговорящей Общины Отец Русской Демократ Вот И они Говорят Мы поднимем зарплату Тут вроде Да как Но денег нет Да ладно Денег Сейчас Поднимешь Налоги На бензин Два раза Эти идиоты Будут платить Никуда Не денся Ты им скажешь Мы дороги Отремонтируем Мы мосты Построим Мы школы Отремонтируем И так далее И все будет В тип-топ А иначе Друг Мы тебе денег Не дадим И не Переизберешься На второй Снов Ты кашу Не варил И все Деток Не гормил Говорит Да Подписали Договор Все Все В порядке Соглашение И на 261 Миллион Подняли зарплату Вот примерно Так все это Обстоит Добрый день Мы сидим И ждем Добрый день Добрый Анатолий Я поздравляю С ночкой Спасибо Юра Спасибо Так Вот ребята Слушаю я вас И понимаю Что у вас В штате Вот как раз Тот Социализм Уже и построен Да Который обещает Построить По всем штатам Да Они с нас Начали Дисоциализм Абсолютно Потому что Мы же помним Что Ну во времена Вот застоя Кто помнит Хрущевские времена Кстати При Хрущеве Я помню При Хрущеве Еще была Я жил в славном Городе Кемерово В Сибири Помню Это центральный Гастроном С мраморными Прилавками И стенами И там Весели колбасы Потом Все это дело Как бы Исчезло Вообще Вообще Мясные отделы Исчезли С магазинов Не стало Вот Но ведь Наверняка Жили определенной Категории людей Которые чувствовали себя Всегда в шоколаде Естественно Так как оно и есть И в качестве Наиболее яркого Примера Это вот Блокадный Ленинград Когда народ Посреди улицы Падает От голода И умирает У нас А Господин Гражданин Товарищ Жданов Живет Черную икру Секретарь обкома Ленинградского Живет Просто Буквально Живет Черную икру Вот то же самое Примерно происходит Когда я смотрю На Притскера Знаешь Мне Юрий Кстати Напомнил Такую вещь Действительно Вот если подумать Посмотри Как интересно Сначала Они Как хорошие Военные стратегии Начали с двух Побережь Калифорния И Нью-Йорк А потом Они решили Такие Побережье Мы уже захватили Сейчас мы захватим Центр страны И отсюда Пойдем просто Как говорится Закрашивать Остальную часть Территорий В Чикаго Нью-Йорк Калифорния Это чисто Социалистические Штаты В которых Вообще Непонятно Что происходит Как происходит Каким образом Происходит Ни закона Ни порядка Ничего не Но знаешь Что я заметил У нас классно Получается У мэра Хвалить губернатора А у губернатора Хвалить Мэра Вот это у нас Получается Классно Мы благодарим Нашего мэра За Та-та-та-та-та-та А я благодарю Нашего Губернатора И так далее Все Больше Ничего в штате Не происходит Теперь еще один вопрос Я наверное Начинаю потихоньку Сходить с ума Почему? Потому что Я начинаю пытаться Найти какие-то ответы Вот во всей этой каталасии Вот у меня вопрос Ведь я же Закрыл Двери Своего бизнеса Не потому что У меня не было бизнеса У меня Слава богу Был хороший Нормальный бизнес Но Мне сказали Закрыть И не оставили Никаких шансов Когда задали вопрос Ребята А что же нам делать? Ответ был Не волнуйтесь Мы там Вот уже Сейчас Все Шесть триллионов Мы выделили Теперь у меня вопрос Ну хорошо Закрыть Вы меня закрыли Триллионы Вы свои Выделили А дальше Мне что делать? Вот со всей этой Катавасией Мне как платить? За аренду За билы За это Ну хорошо Звонишь В компанию Этих Ютилитис Ну там еще Кое-как понимают Ну ладно Мы вам на месяц Отложим платежку Да Вот До чего Доводят И при этом Кричат Что маленький бизнес Малый бизнес Это буквально Опора Всей нашей экономики То есть Вы Ломаете опору Просто Перебиваете Хребет И дальше Как Жить А дальше Те кто Усиленно Это делают Их это не очень Волнует Понимаешь? Им главное Дорваться До власти Что с тобой Будет Что с миллионами Таких Как ты Как я По барабану Главное Власть И Ну все же понимают Даже Ленька Могилевский Наверное Понимает Что вот Скажем Трамп На перевыборы Шел С сильной Экономической Базой Наверное Даже он Понимает И единственная Возможность Каким-то образом Пошатнуть Пошатнуть Его устои Так сказать Его уверенность Это убить Экономику Да Это единственная Возможность Потому что Ну послушай Но не может На равных С ним Выки Джо Слипи Джо Байден Который Потихоньку К сожалению Он никогда Не был умным На самом деле Если вы посмотрите И 30 И 40 40 лет Недавности Его поведение Выступления Он никогда Не отличался Яркостью ума Всегда был Такой Придурковатый Он никогда Не играл Первую скрипку Абсолютно И вот Реально Это шансов Никаких Ну нет Ну не может Человек С таким Послужным Списком Там 48 лет Сидит Уже В Вашингтоне На каждую Проблему За которую Бо он Не брался Он Был Неправ А сейчас Просто Выживает Ну в силу Возраста Очевидно Просто у человека Ну уже Какие-то Изменения Старческие Не суть Короче Поэтому Единственная Возможность Пошатнуть Позиции Трампа Это Убить Натурально Убить Экономику А то Что миллионы Людей От этого Пострадают Хрен с ними Ты посмотри Вот этот Второй Транш Попытки Помочь Якобы Малым Бизнесом 250 Миллиардов Задолбили Зарубили Почему Потому что Одна сказала Что нужно Ирану Дать 5 Миллиардов Долларов Дайан Файнстайн Настаивает На том Чтобы мы Дали Ну как же Иран Наши лучшие Друзья Иран Наши лучшие Друзья Мало того Что они Пару Миллиардов Долларов Обамка Там Кеш На самолете Запустил Туда Мало того Что разморозили На 100 Миллиард На 150 Миллиардов Долларов А Эти Активы Иранские После чего Там Хизбаллад Так воспряло Духом На Ближнем Востоке Что просто Сил нет Но этого Мало Сейчас еще Когда Когда люди Не могут Получить Пособие По безработице За которые Они платили Ирану Мы должны Дать 5 Миллиардов Долларов Эй Демократы Ну как Ну что В общем Власть Любой ценой Как хотите Компания У нас тут Беспленси Которая Одежду Выпускала Шила Добивалась Разрешения На выпуск Масок Халатов Ждала Разрешения Месяц От FDA Пока Разрешат Выпускать Маски И халаты Для Для Медиков Потому что Якобы У нас Этого Нет Месяц Они ждали Месяц Они Таскать Терпели В итоге Получили Таки Да Разрешение Вот я говорю Что бюрократия Убивает Все Кроме Политиков Засранцев Еще есть Бюрократы Это Отдельная Партия Отдельный Класс Который Уничтожает Все Что Можно Уничтожить Только Себя Воспроизводит Увеличивает Рожает Размножается Квадратно Гнездовым Способом И обирает Народ И всякие Регуляции Еще пытается Управлять Государством Люди Которых Никто Не выбирал Пытаются Еще диктовать Свои законы Которые Не имеют Никакой ответственности Не перед кем Не отвечают Абсолютно Выгнать Засранца С работы Который Просрал 6 миллиардов Долларов Скажем Во время Клинтонша 6 миллиардов Долларов Министерство Иностранных дел Потерял Просто Потерял Подумай 6 миллиардов Долларов Всего-то Вот Бигдел Нету И все Нету И никто Не ответил Никто Ни одна Сволочь Так вот Компания Добилась Разрешения В FDA Дали И тут Впрягся Притскер С Дюрбиным С нашим Великим Сенатором Который Кстати В этом году Будет Переизбираться И опять Дебилы Такие Как Ленька Могилецкий Кук Братья Пойдет За него Проголосует И опять Так вот Эти вот Два Выдающихся Политических Деятеля Сказали Не-не-не-не-не Но у вас Дороговато Мы лучше Заплатим Миллион Долларов Ну почти Миллион Долларов За чартерный Рейс И привезем Из Китая Маски И халаты То есть Ну Причем Споксперсон Говорящая голова От Притскера Говорит С какой-то Странной Мусульманской Фамилией Говорит что Ну через несколько недель Мы уже получим Через несколько недель Я по ошибке Заказал одну штуку И оказалось Что она в Китае Ты знаешь На фейсбуке Реклама Красиво А оказалось Что она в Китае Вот уже второй месяц Жду Второй месяц Так же будем ждать Перчатки Из Китая Притскер Будет маски Ждать из Китая Но они с Диком Фрикен Дюрбином Заставили То есть Убили этот бизнес 300 человек Которые работали В этой компании Вынуждены были пойти На пособие По безработице Компания По сути дела Банкрот Зато эти два Дятла Заказали в Китае Я не знаю Получат ли они Кикбэк Скорее всего Ну притскер Если Дюрбин Так хитрая Лиса Такая мерзкая То этот Просто Ворюга У него на роже Написано Вор И все Вот так Решаются проблемы Они в Китае Заказали Не поддержали 300 человек Бы сохранили работу Мы бы имели Своего собственного Производителя Который производит Наши маски Халаты Которые необходимы От отсутствия Которых Мы все страдаем Умираем Как он говорит По вине Трампа А они с Дюрбином Договариваются с Китаем Мы лучше Китаю дадим Потому что Китай нам Такое поцуропило Это же счастье Мы должны расплатиться С Китаем Потому что Китай Убил нашу экономику И дал нам Возможность избавиться От ненавистного Трампа Китай демократам Лучший друг теперь Они должны Расплатиться с ним Вот такая получается Хрень Господа товарищи Так Мы немножко Слегка Заговорились Ничего страшного Перерыв Перемьемся Возвращаемся в программу Народная трибуна Еще раз я хочу Начать со слов Благодарности Тем кто поддержал Нас финансово Люди делают Пожертвования Присылают Хоть и небольшие Но очень дорогие Для нас чеки И в чем в эту минуту Каждая копейка на счету Еще раз говорю Это не спасает Нашу ситуацию Потому что У нас в день Где-то на полторы тысячи Мы Выходим Красной Красной чертой Но вот люди Которые на нас работают Корреспонденты У нас появляется возможность С ними рассчитаться Расплатиться Если кто-то еще хотел бы Внести Вы можете либо чек прислать Либо на нашем веб-сайте RadioNVC.com Есть кнопка Донейт Вы можете сделать Пожертвование Одну из причин Почему демократы Зарубили Очередной Транш денег 250 миллиардов Помощи Малым бизнесом Я назвал Это Желание Дайана Файнстайн Отправить 5 миллиардов долларов Братскому Ирану Вот Но есть еще одна причина Пожалуй Еще более важная Для демократов Это попытка Изменить Избирательное право То есть Вы знаете Какие правила Существуют Голосования Демократам Пришла в голову Замечательная идея Голосование Провести Удаленно Как бы Через Отправить по почте Избирательные Бюллетени Избирательные Вот за 10 лет По официальным данным По данным правительства По официальным данным Потерялось 28 миллионов Бюллетеней Которые не посчитаны В силу разных причин Одни вообще потерялись Другие пришли уже После того Как выборы Давно закончились Ну и Так сказать Демократы Рвут и мечут И в том числе Как я правильно понял Наш Притцкер В первых рядах В первых рядах Но в самых первых рядах Мишель Обама Вдруг Проснулась Выбралась Из Своего поместья И начала Тут маячить На телегранах И призывать Голосовать В общем Чуть подробнее Можешь об этом рассказать О том Что они хотят Голосовать Начать голосовать Там за 45 дней До И еще Дни за 40 После того Как выборы пройдут Чтобы люди имели Возможность Ну то есть Когда будет уже известно Что очевидно Все равно Сколько не хватает Который знает Конституцию Соединенных Штатов Пусть мне не рассказывают Никто Никакие Истории Любой гражданин Соединенных Штатов Может подтвердить Свою Своё Гражданство Или Свою Принадлежность Привет Звонок Да Конечно Добрый день Вы в эфире О Толик Привет Феликс Из Денвера Да Наконец-то Привет Феликс Ну Слава Это Это мне помогли Саша Фишман Из Канады О Видишь Сбросил мне Линк И я смотрю Вы начали эфир Здорово Ребят Вы молодцы Снимаю шляпу Вот Единственное Я все время Порывался Позвонить И каждый раз Или работал Не мог Ну не важно Вопрос такой Я как новый гражданин Америки Со стыдом могу сказать Что я только-только сейчас Получил гражданство Пару месяцев назад Поздравляем Я очень горжусь С другой стороны Я должен был сделать это намного раньше Но не важно По разным причинам Вы знаете Вопрос такой Уже много лет я слежу За американской политикой И большой вопрос вызывает Именно выборы То о чем мы сейчас говорим Вопрос у меня такой Что мы Как граждане И Республиканская партия В частности Может сделать Чтобы оградить Наши выборы От вмешательства И подтасовок Не важно Кого на самом деле Может быть и республиканцы Если занимаются Я не знаю Но с большего И пока то что я вижу Это делают демократы Причем массировано Целенаправленно На каждых выборах И Причем не только На выборах президента Но и вообще На выборах На любых выборах Да Фир Я тебе отвечу Я тебе отвечу коротко Это очень простой А Любое Нарушение Закона Причем Именно Законы Которые прописаны В конституции Это Федеральное преступление Я Я прав Или я ошибаюсь Абсолютно Фир Я тебе отвечу Очень коротко Честно Для того Чтобы Из-за этого Избежать Нужна Всего-навсего Политическая Воля Все А вот К сожалению Политическая воля Я понимаю Но Вот и все Но вопрос Мой в другом Кто Конкретно Должен Заниматься Нарушениями Закона В этой области Фбр Полиция Штата Полиция Федеральная Я не знаю Если Какие Федеральные Агентства Которые Именно Этим Это Фбр Которая Занимается Любыми Правонарушениями В отношении Выборов Это Чисто Фбр Проблема В том Что Как Наша Фбр Ой Амсори Но Наша Фбр Скажу Ну У нас Чикаго Я понимаю Чем занята Фбр Сейчас Чем она Была занята Допустим В эпоху Обамы Перед Выборами Трампа После Выборов Трампа Я все Это Прекрасно Понимаю Но Есть же Определенная Функция Которая Действительно Делегирована Этой Организацией Для того Чтобы Они Следили За тем Чтобы Не нарушался Закон На выборах Это Это В идеале Феликс Это В идеале К сожалению А так Как Люди Получают Свою Зарплату Они Работают Для Этого Я не Понимаю У меня Это Не Укладывается В голове Потому Что Когда Я Ехал В Америку И Знаешь Когда Я Приехал В Америку У меня Видимо Розовые очки Только Сейчас Упали Наверное Я такой Наивный Человек Но Я Считал Что Верховенство Закона Здесь Как Минимум Работает Мало Того Я Столкнулся С Законом Я Был Как Были Перепитив В моей Жизни Именно ФБР То Я Видел Как Ребята Работают И Как Они Полностью Отдаются Кейсу Которую Они Когда Они Хотят Да 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 Но По моему У меня У меня Большое Подозрение Что Кейсы Которые Они Могут Получить Какие Регалии И Я Не знаю Награды В виде Поощрений Их Интересует Гораздо Больше Чем Действительно Конституция Абсолютно Плюс Директивы От Верхушки Которая Так Или Иначе Политически Направлена Ангажирована Я понимаю Ну вот К сожалению Так оно Происходит Компот Страшный Что касается На самом деле Ребята Я вот сейчас Говорю с вами У меня мурашки Потому что Я прекрасно Отдаю себе Отчет Что если ФБР И вообще Как вы говорите Политическая воля Нашего Руководства Наконец-то Не 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 возобладает То мы можем Потерять Страну Да Вот к этому Вот Потому что Если раньше Если раньше Когда Подались Демократы С республиканцами Именно Вот в том Виде В котором Мы помним Да То это Было Ну Сегодня Эти Завтра Другие Но плюс Минус Ничего Не менялось То есть Как бы Америка Выживала Сейчас Мы Мы В ситуации Когда Если Следующие Выборы Будут Проиграны Из-за Того О чем Я Говорю То Нам Крышка Да В принципе Так оно И есть Но крышка В том то и дело Крышка Нам То есть Здесь Внизу А там В принципе Как получали Свои Мне Вы знаете Я честно говоря Видя Как Как реагирует Скажем так Настоящие Американцы Я боюсь Что это будет Крышка Именно в том плане Что им наверху Тоже будет Не усидеть Что у нас Гражданская война Потому что Люди Не готовы Будут принять То Вспомните Что случилось Джорджий Когда люди С оружием Вышли на демонстрацию Да И счастье Что закончилось Все без стрельбы Потому что Это были нормальные Реальные люди А если А если Это действительно Дойдет То Вот о чем Мы с вами Сейчас говорим Я очень сильно Сомневаюсь Что закончится Все кошерно Ну будем надеяться Что до этого Не дойдет Да Особенно Если что-нибудь Я сразу Народ докупает Патроны И оружие Я сразу К тебе в горы Чуть что Лучше пойдем Рыбачить Вам удачи Спасибо Давай Спасибо Счастливенько Пока Спасибо Добрый день Добрый день Добрый Америка разделится на белых и черных Все на две половины Да И белые проиграют Причем Добрый день Добрый день У меня такой вопрос Когда я был на последних выборах Мы шли голосовать И кроме президента Выбирались еще Мэйер Да Коммиссионеры Все И я говорил Жене кого отметить И она забыла И говорит Покажи мне И меня даже близко Кобильки не пустили Как они собираются Обеспечить это И свободно А кто гарантирует Что я голосовал Не под дулом Пистолетом Не А им это не надо Им не важно Им самое главное Если дойдет до голосования по почте Или так называемого Удаленное голосование То не нужно дуло пистолетов Просто за вас поставят все то Что им нужно Вот и все Так я же говорю А это же прямое нарушение закона Да Как это объясняют Все эти лаера Которые Вот я тоже хотел бы услышать От одного Иммигранта в эту страну Я вам скажу как Они объясняют это очень Интересно То есть Они начинают говорить Как это нужно Должно быть сделано По конституции Мы это все понимаем Разница в том Что есть конституция и законы А есть законы Демократической партии И вот эти законы Похожи Почему-то пока что Преобладают Над законами конституции Вот о чем идет И даже при наличии Уже Нескольких кейсов По прошлым выборам По выборам Шестнадцатого года Уже есть осужденные Уже приговоренные Есть Все равно Лаера говорят Нет Ну они не могут Голосовать Как это Ну Не могут Так же как они Не могут работать Так же как они Не могут получать помощь А мэр Лайтфуд В открытую Не скрывая На пресс конференции Это для всех тех Которые живут В городе Чикаго Особенно в Кук Каунте Да Ну в город Чикаго Мэр Лайтфуд Сказала абсолютно четко И понятно Открыто Что ни один нелегал Не останется Без внимания Вот и все Добрый день Здравствуйте Вы знаете Это немножко На другую тему Как бы На международную Вы знаете Что недавно Договорились Наконец С Саудовской Аравией И Россией Чтобы снизить Выработку нефти Да Но до этого Так сказать Слезно просили Трампа Чтобы он Посодействовал Поговорить С Саудовской Аравией Потому что говорить Кронпринц С Путиным Не желал А причиной Является то Что когда Вот этот Путин Себя так нагло Повел Кронпринц Узнал еще К тому же Что когда Были вот эти Эта история С Кашоги То это именно Россия Приложила усилия Для того Чтобы все это Вышло наружу Но в паблик Пространство И Ну как говорится На третье число Это вот этот Соловей Рассказывал Кронпринц Так и не хотел С ним говорить Ну наверное Наконец они договорились Но Вы знаете Что получил Трамп взамен Два раза он Разговаривал С принцем Чтобы уговорить Поговорить С Путиным Получил Вон замен Венесуэлу То есть теперь Мадуро Будет уносить Свои ноги В какую-то Другую страну Вот это вот Я хотела вам Рассказать Спасибо большое Спасибо Ну пусть несет Что я тебе могу сказать У нас тут У нас своя проблема Тут побольше Короче Дорогие наши радиослушатели Я вас слезно умоляю Потому что Притскер вышел И уже сказал о том Он уже всех призвал Всех Жителей Штата Иллиной Начинайте Заказывать Ваши бюллетени Заранее И Голосуйте По почте Потому что Я приложу Максимум усилий Для того Чтобы Избирательные пункты Были закрыты Так вот Дорогие наши радиослушатели Живущие В Иллиной Пожалуйста Ребята Не ведитесь На это Требуйте 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 того Чтобы голосование Происходило Лично Воочию И чтобы Как-то Следили за тем Что это проводят Легально То есть На самом деле Фактически Это будет Не голосование Не выбор Это будет Назначение Да Это будет Чистое назначение Кого нужно Того и выберем Демократы знают Они самые умные Они самые образованные Они знают Кто должен быть Президентом Соединенных Штатов Они знают Что можно делать Вот в частности Губернатор С Мичиганом Которая сейчас Постоянно тоже Пресс-конференции Стали показывать Но ее пророчат На роль Вице-президента К Байдену Которая Во-первых Разрешила Применение Летального оружия Против своих Тех кто нарушает Из дома в дом Вдруг поехал В гости пошел Или в свой летний дом Не дай бог поехал То есть Такая баба Выжившая Молодая Абсолютно яркая Такая Представительная Да Яркая Молодая Такая интересная Но совершенно С перекошенным сознанием Такая Знаете Вот эти Образ у меня Сразу всплывает Вот такая Кожаная куртка Хромовые сапоги Красная косынка И маузер на боку И расстреливают Просто всех нахер Подряд расстреливают Вот такая вот Звезда В Мичигане Там правда Собираются протесты В некоторых городах Народ просто Охреневает Но там запретить Покупать семена В магазине Там запретили Покупать детские Эти кресла В машине В общем Мы приняли звонок Добрый день Вы в эфире Алло Добрый день Меня сегодня По новостям Сказали Об Трампа Новой команде По выходу Из кризиса Да Бейзен Кук Кюба Кюба Это против него Давайте Я вас успокою То есть Он создал Эту комиссию Для того Чтобы Что То есть Он должен был Создать Такую комиссию Показать Что он считается С народом Но Вы же понимаете У него есть Достаточно Толковых Экономистов Типа Кадло Типа В конечном итоге Чтобы они Бартерому Чтобы они Не сделали Какому бы решению Какому бы решению Трамп Не пришел Он может Продекларировать Что-то Но на самом деле Такие Притцкеры Шмидцкеры Будут принимать Решение От них Зависит Или штата Живет Или штат Загнется И какое бы решение Трамп не принял На самом деле Это такое будет Рекомендательное Это будет Гайдлайн Какой-то Но это не будет Не заставит Открыть Притцкер Будет решать В нашем штате Ньюсом Будет решать В Калифорнии И Кома Будет решать В Нью-Йорке Все друзья Мы залезли Уже в чужое время